Полный аншлаг и оглушительный успех. В Нинецком аграрно-экономическом техникуме прошла премьера спектакля «Мистер Икс». Сегодня в гостях программа «Актуальное интервью» режиссер и руководитель театра-студия «Улыбка» Наталья Могильницкая. Наталья Львовна, здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляю вас с премьерой. Наталья Львовна, ваши спектакли всегда тепло воспринимали, да? Но вот такого успеха еще, мне кажется, не было. Почему? Ну, я все-таки не соглашусь с этим и думаю, что опереты, которые мы в последнее время ставим, ну, уже лет 8-10, в основном музыкальные спектакли и опереты всегда находят такой отклик у зрителя. И я вам хочу сказать, у нас есть свой зритель с гордостью, хочу сказать, и с большой радостью. Потому что, когда мы начинали давать премьеры вторые для жителей города и гостей, то, ну, не всегда зал был полон. В основном это были родители студентов и вот кто-то, кто случайно узнал. То сейчас наши премьеры зритель ждет, интересуется и знают уже, что мы даем две премьеры в год. Это тогда, когда мы празднуем День техникума в ноябре, в конце ноября, ну, так, 23-28 ноября. И в День театра. Это наш любимый праздник. Значит, 27 марта, если у нас не дается где-то так, ну, что в пятницу мы хотим, чтобы люди были посвободнее, то вот где-то с 27 по 1 апреля, приуроченное это всегда к Дню театра, мы даем премьеру еще одну. И я хочу сказать, это большая работа коллектива студентов и всех тех, кто задействован в спектакле, это и преподаватели, сотрудники техникума. Вот. И мы живем этим, и нам очень нравится. И тогда, когда зритель откликается, то вот артисты совершенно иначе даже вот играют. Совершенно иначе. И вот в этом году просто аншлаг был, зал был полон, мы дополнительные места вынуждены были, ну, с радостью готовили дополнительные места. Мы надеялись, и наши надежды оправдались, что зрителей было гораздо больше, чем вмещает наш зал. Вы вылетите из моего ресторана словно пробка из бутылки. Спасибо. А у моей конкурентки, рыжей собаки, в каждом дне вам все больше и больше. Все, ясное дело, дело в мэтрдотеле. Ах, мадам Каролина, и вы так говорите сегодня. А что сегодня, великан? Что? Неужели вы забыли? Да ровно сорок лет тому назад я пришел в наш ресторан простым официантом. Я был тогда молодым, красивым, высоким, с пышной шевелюрой. Неужели вы забыли нашу молодость, Каролину? Помню, помню, великан. Никак, подойдите же сюда. Ну, скорее, подойдите. Ну, посмотрите на себя. Боже, боже, на кого вы похожи? Ах, как быстро летит время. Да, сорок лет. Смотрите, вспоминаю, как сейчас. Вы были тогда маленькая, пухленькая. Ну, словно поросеночек. И вот, поросеночек рос-рос. Рос-рос. И выросла такая большая свинья. И я думаю о том, что если вот дальше так же пойдет, то мы даже, ну, будем там два раза, три раза, может быть, еще для желающих давать спектакли. Ну, я, во-первых, хочу сказать, почему это? Потому что мы не боимся брать серьезные произведения классические этого жанра, этого жанра. А жанр замечательный. Аперета, она, ну, настолько хороша. Там музыка, танцы, юмор. Ну, замечательно просто. Не может не откликнуться сердце, душа человека, который вот, ну, хочет отдохновения такого, да, и вообще, вообще все люди, вообще вся жизнь театр. И люди в нем артисты, и я думаю, что это всем понятно. Мы берем такие замечательные произведения, которые проверены временем и на любой публике. И вот этим объясняется успех, я думаю. Ну, и, конечно, артисты. Я вам хочу сказать, что вот студенты, которые сегодня у нас еще, к счастью, еще вот задействованы в этом спектакле, мы с ним работаем четыре года. То есть у них это восемь спектаклей таких серьезных и больших. И плюс еще они принимают участие во всевозможных мероприятиях, которые проводятся внутри техникума. Вот наши артисты, они как такая, ну, основа, в общем, элита в этом отношении, да. И я хочу сказать, что они настолько выросли, что в этом году, значит, вот студент у нас Константин Тарасенко, выпускник, он занял первое место в студенческой весне. И мы так гордимся этим. И он такой молодец. Максим Филиппов, который принимал участие в студенческой весне, в этом году среди всех учебных заведений он победитель в номинации «Студент года». Он замечательный, он творческий очень человек. И, конечно, наша звезда Саша Найда. Саша Найда, его знают, мне кажется, сейчас все, это талантливый очень человек, это, ну, замечательно. Он с нами три года, потому что он приехал чуть позднее, и мы очень рады, что так случайно он оказался в нашем коллективе, и так ему понравилось, и так он нам понравился. И все остальные, кто принимал участие в этом спектакле, но я говорю сейчас вот об этих ребятах, они выпускники. А также есть еще и ребята, которые, вот, например, Белугин Андрей, он король эпизода, я считаю, король эпизода у нас. Он тоже выпускник, он тоже в этой же группе МЧС учится. Ну, замечательные ребята. А также, конечно, наш основной главный герой, это Марков Дмитрий, он на заглавной роли играет. Это очень сложно, ну, делать вид, что ты поешь, вообще такую роль исполнять. У нас же ведь поют профессиональные актеры, ну, так же вот как фильм, опера, фильм оперета, когда профессиональный актер поет, а играет другой актер. А кто с ними разучивает вот эти опереты, партии? Боже мой. Сами мы все разучиваем. А танцы стоит наша выпускница Лиза Носова, которая является, да, участницей ансамбля «Юность севера». Спасибо ей и этому ансамблю, воспитавшему таких замечательных. Замечательных вот девочек. И вообще, я хочу сказать, что они такие вообще талантливые, замечательные ребята у нас. Вот, и нам очень жаль расставаться с ними, просто мы осиротеем. У нас будет новый состав, у нас уже есть такие, ну, ребята, которые, да, смены немножко мы готовим. Но, конечно, такая плеяда уходит, и где же мы теперь таких снов возьмем? Сновы воспитывать надо, да. Да-да-да. Ну, что же, это пример, там подрастает. Есть люди, которые хотят, но другой вопрос, что это очень большая работа. Это очень большая работа, прежде чем вот они уже будут такими, какие они есть. И большое желание нужно, конечно. Ребята должны, ну, вообще, все, кто занимается этим делом, они должны этого хотеть. И когда они хотят, а это ведь большая работа, ведь такой спектакль, если вот брать профессиональный театр, они готовятся два-три года, ну, год как минимум, так? А мы это делаем за два месяца. Да, два месяца. Но эти два месяца мы ежедневно репетируем, а перед премьерой никаких выходных. Ну, для нас это выходной, мы удовольствием получаем. Поэтому мы и выходные, и в праздничные дни репетируем. И если вот вы бывали на премьерах, ну, или отмечают это зрители, у нас практически, как мы называем, косяков практически не бывает. Даже если что-то забудут, они так себя ведут, что этого не видно. Как профессиональные актеры, да. Да, да. Я сама получаю большое удовольствие, и на репетициях, и особенно когда премьеры, и смотрю, как в первый раз, я получаю огромное удовольствие как зритель. Как зритель. Просто восхищаюсь. Это у меня вообще, мне кажется, это продлевает мою молодость. Да, это видно. Да, да, да. И это дает, ну, придает жизни какие-то новые краски. Новые краски. Это замечательно, что этот театр есть в жизни. Он же бренд уже стал, да, Наталья Львовна? Это бренд нашего техникума. И вот я думаю, что вот эти ребята, в жизни которых был и есть театр, он останется у них навсегда. Да, вот среди зрителей наши выпускники и участники, участницы предыдущих постановок, то есть прежнего состава. Они об этом говорят, они приходят и говорят, вот в этом году Люба Шевелева приходила тоже со своими родителями и говорила о том, что театр стал такой неотъемлемой частью жизни многих людей, которые прошли через театр «Улыбка» в нашем техникуме. Они жизнь свою, они хотят связывать вот с театром? Хотят. Я не знаю, как получится, мне бы очень хотелось, потому что они люди творческие. И, по крайней мере, вот некоторые из них, да, они, я знаю, что имеют такое желание, при том, что они получают серьезные профессии. Ну вот я ведь тоже занималась в театральном коллективе в свое время, при Театре юного зрителя в городе Новосибирске. И вот я тоже, наверное, хотела стать актрисой, но мне родители сказали, что нужна серьезная профессия, а если вот есть талант, то, безусловно, ты себя найдешь. И я думаю, что очень хорошо, что у этих ребят есть профессия, а сейчас у них есть право выбора, и они могут себя попробовать в творчестве, и в зависимости от того, как у них получится, понравится это им, или как-то удача, может быть, улыбнется им. Ну и слава богу, сколько угодно актеров и людей творческих профессий, которые имеют прекрасные вузы за спиной, высшее образование, являются юристами, экономистами, врачами, как угодно. Но сегодня они вот знаменитые. Я бы очень хотела, чтобы они не потерялись в жизни, неважно, кем они будут. Главное, чтобы они были людьми творческими, такими разносторонними, интересными. Вот на сегодня я вижу их такими. Они на самом деле очень интересные люди, замечательные люди. С ними интересно. И очень они развились. Я думаю, как хорошо, что у нас в техникуме есть вот этот коллектив, и ребята, желающие развиваться, имеют возможность. И я не думаю, что это вот прямо наша там какая-то заслуга. Это заслуга самих ребят. Но что у них есть такая возможность, это уже да, это даёт учебное заведение, и в частности вот этот театральный коллектив. Наталья Львовна, вы же сами тоже из творческой семьи, да? Да, да. Родители сказали, что талант, он проявляется, но он же не просто так, он уже был природой заложен, да? Потому что папа у вас, напомните, кем был. Да, мой отец Лев Николаевич Протопопов, профессиональный певец, он тенор имел, нет его, к сожалению, в живых, и пел Ленского. Да, даже вот у него тенор, и он профессиональный оперный певец. А где он работал? В Перми, в Калуге он был директором филармонии и тоже творчеством занимался, естественно. Потом уже в возрасте, а заканчивал он карьеру замдиректора Союза композиторов. Вот откуда любовь к оперетам, да? Ну, опереты я вообще люблю. Я думаю, что да, вот как-то генетически что-то заложено, потому что иногда, я же ведь любитель, я не имею профессионального образования театрального, но то, что я люблю театр и по возможности стараюсь посещать, причем я больше люблю именно оперету, оперу, балет, классические такие виды искусства, причем выбираю тоже известные произведения, потому что вот мюзиклы, предположим, хотя вот я посмотрела мюзикл, на премьере было в Новосибирске мюзикла «Кентервильское привидение», «Призрак замка Кентервиля», оно называется, или «Кентервильское привидение», и потом его поставила на юбилей техникума, в честь юбилея техникума мы ставили «Кентервильское привидение», и оно тоже резонанс такой имел, и понравилось очень публике, и ребятам они хотели бы его еще раз сыграть, потому что, ну, интересно, там были спецэффекты, и вот Саша наш там блистал, Найда, и Костя тоже, ну и все остальные ребята замечательно они там себя проявили, на самом деле, и интересно. А когда я посмотрела, мне кажется, что вот музыка в мюзиклах, она не такая, но все-таки Кальман, Штраус, это такие композиторы, и они на слуху, музыка замечательная. Но здесь более современные, но там опять содержание интересное, там мистика есть, и как-то молодежи интересно. И, конечно, вот я больше люблю классические вещи, люблю очень балет, люблю оперу, оперетту, и по возможности обязательно посещаю, ну, по возможности всегда, когда выезжаю, и обязательно планирую, и во что бы то ни стало, покупаю билеты, и благодарным зрителям я есть. Ну и кроме того, я хочу сказать, нам очень помогает сотрудничество, например, с театром оперета Новосибирска, они посылают нам, там замечательно есть Татьяна Федоровна, которая, Элина, которая откликается на наши просьбы, она посылает нам сценарии, я прошу, вот не все театры откликались. Конечно, да. Я вам хочу сказать, мы пробовали связываться с театром Вахтангово, они, кстати, обещали нам помочь, но как-то там, видимо, нам надо было настойчивость какую-то проявлять, ну, по крайней мере, мы попытались. Потом я выходила на связь, например, с театром Ставропольским в Пятигорске, потому что мне понравилась постановка у них, «Летучую мышь», когда мы ставили, и я хотела там кое-что взять. Они нам отказали. А вот Новосибирский театр, он всегда с удовольствием с нами сотрудничает. Я вот заметила, я слежу, потому что я у них в группе состою за этим творчеством, мне очень нравится там состав молодежный, ну, относительно молодежный, там вот так же, как у нас. Молодых играют молодые, так красиво это всё. Они такие тоже талантливые, замечательные актёры. Ну, и, конечно, там возрастные актёры тоже очень интересные, очень интересные. И вот когда я обратилась, я заметила, что они работают со школьниками, со студентами, они воспитывают зрителя, это очень важно, понимаете, это очень важно. И они с нами сотрудничают, ну, мы им тоже там посылаем фотографии, и вот я, если бывала в Новосибирске, да, я подарок, конечно, я от Наритмара привозила буклеты о нашем округе, ну и подарки. Наталья Львовна, да, немаловажное значение имеет и материально-техническая база, да, театра. Конечно. Мы говорили когда-то с вами об этом, и я сетовала на то, что хотелось бы, конечно, внимания, хотелось бы, чтобы нам как-то вот какие-то поддержка финансовая была. И она была, да, в этом году. Да, мы так рады, вообще очень благодарны. Значит, во-первых, мы приняли участие в конкурсе. С социально-культурных проектов Лукоил, компания Лукоил, да, и вы стали победителями. То есть получили грантовую поддержку. Мы вообще просто очень благодарны, и это замечательно, потому что эти средства направлены на приобретение светового оборудования и микрофонов, вот театральных, таких уже стационарных, мы проконсультировались со специалистами из Арктики. Дворца культуры Арктики. Дворца культуры, да, Арктики. И вообще они тоже, большое им спасибо, оказывают нам поддержку в лице. Вот директоры всегда идут нам навстречу. Костюмеры, спасибо им большое, потому что когда нас спрашивают, откуда костюм, у нас, конечно, своих уже много костюмов, потому что мы по возможности стараемся шить. Вот на Хануму у нас полностью есть, если кому-то надо, мы всегда окажем помощь, мы можем вот такие восточные наряды тоже поделиться. Ну что, потому что мы дважды ее ставили, потому что костюмы есть, и вот через 4 года тоже успех был такой большой, замечательная тоже постановка, а в Ксении цагорели, и нам она очень нравится. Это вот то, что надо. Столько юмора, музыки, такой текст замечательный, много людей принимает участие. Замечательная постановка, мы дважды ее ставили. Ну, через там 4-5 лет, когда уже студенты эти ушли, новые, и казалось, что тогда было лучше. Нет, мы делаем вторую, и она не хуже. И даже те, кто в первой, говорили, что эта вторая не хуже, и даже в некоторых моментах интереснее. А затем хотелось бы еще сказать большое спасибо, значит, Дуркина Галине Александровне и костюмерам тоже из села Тельвиска. Мы сотрудничаем, огромное им спасибо. Они нам, значит, помогли тоже с костюмами вот гусарскими, и просто заиграла другими красками наша постановка благодаря вот этой помощи. Это очень существенно, и мне это очень нравится, что творческие люди, они, значит, ну, как-то понимают, да, и идут на сотрудничество. Ведь можно вот сказать, нет, мое, и все. А здесь вот, куда бы мы ни обращались, на самом деле оказывают поддержку и помощь. Спасибо большое всем. А кто выдумывает костюмы, вот разрабатывает их на Тельвовне сами? Вы знаете, вот у нас нет специальных людей, поэтому в одном лице режиссер, постановщик, костюмер, декоратор, музыкальный руководитель, а также реквизит и все прочее, но мне помогают. Вот, скажем, у нас есть преподаватели, которые принимают активное участие в чудо-ручках, да, у нас там три человека. И вот я, допустим, обратилась, нам нужна была курица. Ну что с этой курицей? Если жареная, там, значит, жирная, это все, она валяется, вот это все неэстетично, некрасиво все. Вот мне курица, я туда-сюда обратилась. И мне девчонки сделали моментально, вот пришла Ольга Викторовна, наш преподаватель, который в чудо-ручках, вот она там, мыловарение у нее, да, вот у нее руки, ну, на самом деле, чудесные, они чудные. Она тут же там за полчаса мне эту курицу сделала, да, такую замечательную, что просто, я думаю, что мы ее еще где-нибудь будем использовать. Прямо настоящая курица. Там такой есть эпизод, когда, значит, Саша несет эту курицу, она у него падает, он ее отряхивает, посетителю предлагает, потому что это свежая. Да, только что бегала. С пола. Только что бегала. Вот, так что, это очень важно. Вот мы стараемся, конечно, чтобы реквизит был, и так, чтобы он там, ну, чтобы его видно было. Ведь декорация, то есть сцена небольшая, да, декорации такие, но по возможности стараемся. Здорово. А возраст ваших поклонников, ваших зрителей, сейчас уже разные, сейчас уже разные. И там, значит, во-первых, приходят родители с детьми, подростками, ну, вот даже такое вот начинается, ну, младшешкольные и средние и дальше, да, это родственники наших артистов, знакомые, затем вот преподаватели, коллеги из педагогического колледжа, из школ, тоже любители, и все, ну, кто бывает, потом, ну, творческие люди, им тоже интересно, чем мы занимаемся. Они теперь, слава богу, знают о нас, и тоже. И плюс просто люди, которые случайно от своих знакомых, знакомых и так далее, приходят, первый раз пришли, и потом уже они становятся нашими друзьями. Правда ли, что вот на последней постановке плакали, да, люди, вот на Мистера Икс, не смогли сдержать? Там-то не должно быть, это просто был такой трогательный момент, потому что ребята уходили, они прощались, вот этот момент, потому что сам спектакль замечательный, там все же хэппи-эн, там хэппи-эн, там все замечательно, но ребята, понимаете, они, значит, вот сказали, что они в последний раз, ну, просто они тут сказали спасибо учебному заведению в моем лице, да, и так они это сказали, что растрогали и меня, и зрителей. Уж так они замечательно попрощались. Но они замечательные. Знаете, что, когда они были на первом курсе, мы ехали из Тельвиска, ой, нет, из Великовисочного. Ну, и в Тельвиску тоже ездили, кстати, мы с летучей мышью. Кстати, вот тоже летучая мышь, это же серьезная оперета. Ну, мы и Сильву ставили, летучая мышь, пигмалион, то есть вот такие хорошие, да, ну, и другие спектакли. Да, ну, и вот, и когда мы ехали, они, вы знаете, что, они читали стихи, они пели патриотические песни. Я тогда приехала и сказала, какая у нас молодежь. Вы понимаете, они замечательные. С ними так интересно, они замечательные ребята на самом деле. Жалко, я понимаю, как допускать, Наталья Львовна, да? Конечно, конечно. Ну, есть кем заменить, да? У вас, наверное, и сводный, получается, коллектив, и первый курс участвует, да, и последний. Те, кто в прошлом году были на первом курсе, сегодня они, второй курс на будущий год, они уходят. Просто эти четыре года учились, имели больше возможности развиваться и дарить нам свое творчество, да. Но сейчас есть, их немного, конечно, но я надеюсь, что вот так приду и посмотрю, и кто-то же останется, кого-то буду приглашать. А что еще хотите поставить, Наталья Львовна? Ой, ну сейчас мы обсуждали даже с этими ребятами, и я думаю, что можно уже что-то и повторять. Если вот сейчас начинать с кем-то, то я бы взяла снова беду от нежного сердца. Это русский водевиль. И когда-то вот приезжал на конкурс руководитель панов Молодежного театра Архангельска, и он даже говорил нам, как раз мы ставили эту постановку, что и этот спектакль можно делать репертуарным. И мы уже его ставили трижды, и два раза Людмила Макарна, один раз я. И я думаю, что он очень интересный, это классика тоже. Можно думаем тоже о том, что Зощенко, мы уже обращались к творчеству этого замечательного писателя тоже, юмориста. И мы, ну вот у нас мысли такие, либо сделать вот три, допустим, небольшие такие рассказа Зощенко, у нас уже есть наметки, либо восстановить Пигмалион, потому что мы давно его ставили, если музыкальный. Ну мы же два спектакля. Вот, допустим, мы осенью можем классику поставить, и, значит, там, ну тоже некоторых людей выявить новых, а затем уже снова искромётную, весёлую какую-нибудь комедию с музыкой, с танцами, вот со всеми вот этими делами. И я хочу сказать, вот Лиза, она у нас ведь выпускница, она уже два года работает по профессии бухгалтер, и я вот попрошу, она приходит, и она помогает вот ставить нам танцы и принимает участие, а в этот раз она даже и сама немножко помогла, то есть танцевала. Вот вообще большое спасибо этим ребятам. Наталья Львовна, а что ещё не хватает театра, может быть, с точки зрения материально-технического? Конечно, нам очень много чего не хватает. Я хочу сказать, что у нас же был и губернатор, вот, да, это вот ещё перед выборами был, то есть и когда в связи с WorldSkills, я хочу сказать, что вот учебное заведение, они, конечно, чувствуют поддержку, потому что вот этот конкурс WorldSkills и три площадки, которые у нас были организованы, я вот давно работаю в учебном заведении, вижу, насколько обновилась материально-техническая база. Это, конечно, то есть заинтересованность властей вот в лице, значит, и собраний депутатов, и администрации, мы это видим, и очень благодарны за это. Но я хочу сказать, что тут департамент наш, образование и культуры, и спорта, да, видимо, может быть, по поручению, я точно не знаю, или по поручению губернатора, или от них эта инициатива. Вот буквально недавно мы составляли перечень всего того, что нужно для актового зала, для его ремонта. Вот дело в том, что руководители театральных коллективов как-то собирались тут по осени, насколько, нет, весной, весной перед отпуском было, да, и говорили о том, что нужны сцены, что вот нет и зрителя, нет. Ну, вообще какие-то проблемы обсуждали театральные. Вообще мы посмотрели, хоть какие у нас коллективы есть, кто реально работает, и какие есть проблемы, и что бы мы хотели. Нам тогда сказали, денег нет, и даже не на 10. Я вот не совсем мне это нравится, вот такой, знаете, такой подход. Но в то же время мы говорили о том, что вот Сергей Никулин там был, мне очень понравилась, вот такая, знаете, продуктивная какая-то, вот не просто сказать, вот там денег нет, или вот ничего там не будет, или что, как вот можно объединить усилия, и всё. И я тогда предложила, что наш зал можно использовать вот на полную катушку для вот этих вот театральных коллективов. Во-первых, мы будем как раз воспитывать этого самого зрителя, как на сибирске я говорила. Вот, например, сделать целый там месяц, скажем, или неделю театральную. Там понедельник, предположим, там будет кукольный театр, понимаете, да, и в нашем зале. Во-первых, они будут приходить в этот зал, он будет им знаком уже. И это неплохой зал, и он не очень большой, он компактный такой, там до 300 человек он вмещает, да. И если его, он уже есть, да, что-то там имеет, если его соответствующим образом оборудовать, не много денег-то вложить, но использовать его как раз вот можно более эффективно. А потом другие коллективы, да, и таким образом сотрудничество. Вот мы сотрудничаем, например, с этнокультурным центром. Вот сейчас намечается там сотрудничество у нас ещё там с музеем, вот там Ночь музеев, мы уже принимаем участие. Вот эти же ребята в Арктике тоже к нам обращались режиссёры, и ребята вот эти же самые, наши, они там в разных постановках принимают участие. И когда они вот у нас выступали, я говорю, ну что ж вы нам не сказали, мы бы вам зрителей обеспечили, да. Потому что с этим проблемы как раз говорят. Вот они постановку сделают, а зрители там, ну что, сидит там несколько человек. А у нас как раз всё это можно объединить, эти усилия, и вот на общую пользу. Да, вот, и вот я и говорю, если бы вот то, что мы написали там, что это ремонт, так, значит, там, ну, там пол, у нас же покрытие, это не гигиенично, это надо сделать хороший пол, это надо сделать стулья. Они есть сегодня, ну, всё это привести. А, и самое главное, кулисы и занавес. Мы же это вот таким образом, как при царе Горохе, закрываем, да, и в этот раз мы закрывали, у нас ширмочка упала. Ну, в общем, были какие-то, вот одна накладочка, она смешная такая, ну, не должно бы её быть, понимаете? И если это будет вот автоматическое закрытие там кулис, потом вторые кулисы там должны быть, ширмы красивые. Но это всё деньги, конечно. Мы, конечно, сами... Вот, я вы не представляете, я сделала всё время этот камин, мы сделали, плотник нам сделали, мы сами там в рекламном агентстве вот этот костёр сделали. У нас кто его только не просил. Он так вообще, такой замечательный, издалека она смотрится, как настоящий, прямо шикарный камин. Ну, всё. Ему уже лет 10, наверное, и в конце, когда был последний спектакль, вот «Призрак замка Кентервиль», когда мы его очередной раз уже использовали, и когда у нас привидение в сердцах стукнуло, значит, он разрушился в последнем спектакле, окончательно проломил его, и смех, и грех. Ну, всё, теперь надо новый камин. Так что есть, конечно, проблемы. Деньги всегда нужны, знаете ли. Наталья Львовна, а что пожелаете своим артистам? Я пожелаю им, вот, творческими людьми оставаться, как я уже говорила. Я очень хочу, чтобы они нашли себя профессионально, но театр останется в их жизни, независимо от моих пожеланий, это уже так будет. Наталья Львовна, спасибо большое за интересное интервью, вам творческих успехов и благодарных зрителей. Напомню, что сегодня в гостях программы «Актуальное интервью» был руководитель и режиссёр театра «Студия Улыбка» Наталья Могильницкая. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова